Приветствую вас. Для начала хотелось бы, наверное, чтобы вы как-то ввели нас несколько лучше в курс дела, потому что из вашего вопроса, из текста вашего вопроса, к сожалению, больше не понятно, чем понятно, да? То есть вот, из того, что вы написали, больше не понятно, чем понятно. Вы пишете о том, значит, что он уезжает в другую страну, да? По идее, если это человек, которого вы любите и который любит вас, по идее, то по идее у него должен быть план по вашему совместному проживанию. Ну, по вашему совместному времяпровождению. Если человек уезжает, как вы пишете в другую страну, то, ну, значит, тут вариант какой, либо он вас не заинтересован в полной мере, вот. Либо у него какие-то, значит, ну, либо у него какие-то жизненные есть обстоятельства, которые не позволяют ему находиться в той стране, где вы, да? То есть, как бы, тут непонятно, непонятно условия, условия обстоятельства его ответа. Дальше. Вы пишете. Я разрываюсь на части от любви к нему, вот у меня третий год. Значит, опять же, непонятно, что значит я разрываюсь на части от любви. То есть, получается, что вы, получается, что вы страдаете, или как? То есть, не очень понятно здесь. Если вы страдаете, то от чего вы страдаете, если страдаете? По какой причине вы разрываете на части? То есть, если это любовь, то любовь, она должна, по идее, приносить радость, она должна, по идее, радовать вас. Она не должна, она не должна причинять боль, а у вас это происходит по какой-то причине именно так, что это болезненность. Необходимо эту болезненность раскрыть. Дальше. Я осознала одну вещь. В то время, как я без ума от него не смогла полюбить другого человека, не могу принять чувство других. Ну, в общем-то, это нормально. Было бы странно, если бы вы, будучи, будучи без ума от него, да, ну, могли бы, там, полюбить, да, кого-то еще. То есть, я серьезно вам говорю, что это ненормально было бы в таком случае. Вот. И вопрос, опять же, вопрос, опять же, к вам. Так, а что, собственно говоря, вы хотели? Чего вы хотели? То есть, ну, вы на что-то рассчитывали, например, вы рассчитывали, что, будучи без ума от него, в него вы сможете с кем-то еще отношения построить или как? То есть, вот это, наверное, то, что очень важно вам понять. Дальше. Не могу принять чувства других. Это тоже довольно интересная формулировка, потому что, как бы, чтобы вам принять чувства других, вам нужно сначала принять свои чувства. а у вас, если мы берем за основу этот факт, что любовь причиняет вам негатив, да, вот, у вас любовь, она сама по себе уже достаточно болезненна, судя по тому, что вы пишете. И поэтому вам сложно принять чувства друг чувства другого человека. То есть, то есть, дело здесь совсем не в том, что вы не можете там, кого-то полюбить, а дело здесь в том, что вы свои чувства, свои собственные чувства принять не способны на данный момент. Далее. Вы пишете, как мне справиться с этим. Алина, с чем справиться? С чем с этим вы хотите справиться конкретно? С чем конкретно вы хотите справиться? Тем, что вы на части разрываетесь от любви к мужчине, к мужчине, к нему? Или с тем, что вы не можете другого человека полюбить и принять его чувства? Или вы в себе разобраться хотите, чтобы свои чувства принять? с чем и с чем именно вы хотите справиться? Дальше. А что вы вкладываете в это понятие? Ну, что вы вкладываете в это понятие справиться? это как справиться? То есть подавить себе? Поменять что-то себе? Или как? То есть вот опять же, да, ну, нужна какая-то направленность, нужна какая-то цель ваша, вот, а ее нет. И в данном случае подавление выступает, то есть то, что вы хотите справиться, выступает как подавление по факту. то есть вам не справляться нужно с тем, что с вами происходит. Не справляться. А раскрывать. А раскрывать свои чувства, свои желания, как и в общем-то сказала моя коллега. и тогда вам будет действительно легче, тогда вам будет действительно лучше. А сейчас, ну, я не знаю, что, что, вот, вы пишите, что вы хотите от психолога. если если вы, на мой взгляд, не определились с чем конкретно вы хотите справляться. как бы. То есть, вы не подумайте ничего плохого, да, я вас, я вас не обвиняю, я вас не хочу обвините в чем-то. Вот. Но нет такой задачи обвинить вас. Но хотелось бы разобраться. Хотелось бы разобраться. Что и как вам нужно. Чего и как вы хотите для себя, конечно. Вот. И вот уже после этого можно будет вам помочь. Еще раз, не справляться, да, с тем, что вам хочется не справляться. Нет, не справляться. А именно разбирать. Именно разбирать, раскрывать, разбирать, раскрывать то, что вы хотите, то, что вам нужно. Вот. Это на мой взгляд принципиальная история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. не знаю,